здравствуйте дорогие друзья вот решил вам снять показать своих почетных пенсионеров это свиристели данные три особи живут у меня уже восемь лет это не считая того что эти птицы попали ко мне уже взрослыми то есть соответственно пару лет накинуть можно еще запросто 9 10 лет этим птицам сейчас сколько они живут в природе но я не знаю это нужно спрашивать у орнитологов по результатам кольцевания может быть кто-то из коллег друзей мне скажет по данным может быть максим корольков или вася вишнирский нет на самом деле интересно сколько они живут в природе но по моим сведениям вот 10 лет условиях неволе живут запросто но сразу же хочу говорить что многие любители говорят что они успешно содержат свиристели там продержали два-три года потом выпустили потому что птицы неинтересны все это чушь собачья никто их два-три года не держал может быть конечно за редким исключением но я таких людей не знаю потому что обычно свиристели держат чисто рядовые коллекции на рынок они особо не годятся то есть если надо продать их ловят быстро продают кому надо держать птицу которая много есть то что они едят это да много за ними очень много ухода чистить клетку а барыги как правило пытаются побыстрее избавиться от этих птиц наловили продали поэтому то что они вам там по ушам ездит два-три года не держат это все чушь собачья больше там пару месяцев но может быть кто-то экспериментировал да год продержал мы потом взял просто выпустил ее в лес потому что у него либо зачахла либо не пела это я вам сто процентов что условия для них нужно создавать да вот вы видите здесь полная чистота несмотря на то что птицы ну не знаю много гадят но относительно конечно много что значит много дрозды тоже много гадят тем не менее содержит певчих дроздов черных дроздов а гадят они не меньше много едят но может быть по первости да по первости они едят действительно много когда попадают к вам из природы у них как бы есть такой инстинкт наедаться впрок они пытаются хватать ягоды там все что им предлагают набивают желудки но вот поверьте проведя столько лет домашних условиях вот я им сейчас подсыпал корма ну вот этого корма хватает дня на три-четыре но нет такого же понемногу ели то есть это явно говорят люди которые не сталкивались просто не сталкивались со свиристелями либо сталкивались так весьма поверхностно просто так вскользь и тут же выдают уже это свое мнение как за истину чтобы выдавать свое мнение нужно десятки лет заниматься там определенный вид содержать там содержать десятки сотни птиц определенного вида на протяжении многих лет и тогда ты уже вправе делать какие-то выводы на то что там вам рассказывают это все ерунда птица действительно очень интересно но требует конечно ответственности чистоты очень любит купаться здесь у меня контаксин почему я вниз поставил водичку вот этот подкрашенный контаксантин потому что птицы старенькие многие плохо видят и бывает что они например когда по земле прыгают но по дну клетки потом им тяжело подняться найти жердочку и чтобы не было проблем всегда им ставлю внизу водичку то есть я это все продумал когда я вижу что она при 1 понизу прыгает я беру подсаживаю на жердочку но это уже повышенное внимание к ним требуется не потому что они какие-то особенные а потому что это старенькие птицы то есть как за пенсии как за пенсионерами уже требуют повышенного ухода но я хочу заметить что при всем при этом в солнечные дни постоянно они поют их серебристая трелька свиристели раздается такими рулатками колокольчиками но это настолько приятно хотя в литературе тоже описывается что свиристель попадая в клетку она практически не поет ну не знаю может ну опять же я говорю что почему не поет потому что к содержу поэтому она и не поют если делать все правильно она будет вас есть и радовать долгие годы потом интересно птица чем еще говорить неинтересно и жрет только и все нет не так очень интересное стайное взаимодействие особенно у молодых особей когда выделяется в группе например там пяти-шести птиц какой-то вожак и смотреть интересно как он оберегает стаю как он заботится о них передают еду по шеренге из клюва в клюве нет в наблюдении свиристели но одни из самых я бы сказал интереснейших птиц именно вот в наблюдении взаимодействий между собой интересно и поэтому я рекомендую и она не столько сложная скажем даже можно и начинающим любителям набраться за эту птицу просто нужна ответственность хотя ответственность в принципе нужно же любую птицу там за канарейку за чижик не важно человек должен быть ответственный если ты зовем ответственность за тех кого приручили поэтому если вы подошли с умом и вы только начинаете то я могу смело вам советовать даже можно начинать из этих птиц как первое скажем насекомоядная но хотя она всеядная такая птица больше как дрозд наверное но можно из них начинать вот сюда скоро я буду подселять еще парочку молодых свиристелей ну желательно самца и самку буду подселять а вот для чего для того что как замечено мною когда подселяешь молодых птиц то старики все-таки лучше же лучше и дольше живут поэтому им пора бы подселить уже двух молоденьких птиц это вот действительно такой фактов как у людей что старики тянутся к молодым так и у животных у птиц это тоже имеет место будет удачи всем вам счастливо с вами был Виталий Семеткин